Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. И сегодня в нашем эфире необычные гости. Не владельцы, а люди, на которых непосредственно строится весь бизнес ресторанный. Люди, которые являются такими связующими звеньями между владельцем и рестораном. Представлю с радостью своих гостей. Это Размик Ягазарян, управляющий рестораном с большим опытом. И Андреа Джинателли, старший официант, менеджер по банкетам. Добрый вечер. Здравствуйте. Все так. Здравствуйте. Вот сразу видно командная работа. Ребята одновременно приветствуют друг друга. Я бы хотела начать все-таки с образования. Вот вы работаете в этой сфере сколько, если не секрет, уже? Я работаю около 15 лет. Образование я получил в управлении предпринимательской деятельностью. Нет направления в плане ресторанного бизнеса особого. Но это напрямую пересекается в принципе с практически любым видом деятельности. Я работаю в этой сфере уже в 8-й, нет, уже 9-й год. Получал образование в Латвии, в hotel school, это так называется, специальный колледж. И у меня направление на гостиничный туристический бизнес. На менеджмент, если быть точнее. Говоря о безработице в Латвии и о том, что вы в этой сфере работаете очень давно. Вот в вашем случае, Андре, образование помогло или все-таки знания, они вот на практике больше даются? На практике, увы. На практике? Да. Но, тем не менее, это статусно иметь образование ресторанное? Я считаю, что вообще образование никогда не помешает. Но ресторанное образование, у него есть огромный плюс. Если ты хочешь идти вперед, то тебя директором или даже выше не возьмут без бумажки, грубо говоря, без образования. Разумик, я знаю, что вы начинали работать в этой сфере в очень известной сети, где процессы все стандартизированы. Я полагаю, что это заменило образование, потому что там все учится от А до Я, шаг влево, шаг вправо, все прописано, и только так и никак иначе. Или поправьте меня, если я не права. Все верно. Действительно, я работал в известной сети и начинал свою карьеру, можно сказать, ресторанную с официанта, с самых низов. И, в принципе, на тот момент у меня зародилась любовь к ресторанной культуре, потому что обучение, которое изначально перед тем, как ты начинал работать, получали достаточно высокого уровня. Было как психологию обучали, каким-то определенным правилам, ресторанным этикету и прочее, прочее. То есть, с этим пакетом знаний работа человека уже гораздо проще. Более того, когда ты получил этот пакет знаний, ты выходишь в первый свой день работы уже гораздо более уверенным, потому что эти знания, они помогают абсолютно во всем. Начиная с того, как ты читаешь гостя и как с ним общаться дальше. Конечно же, наше образование, я не буду жаловаться, но, к сожалению, у нас в стране такая ситуация, что человек, получив высшее образование, он все еще не знает, чем будет заниматься. Когда ты устраиваешься на работу, говорят, нужен человек с опытом, а этот опыт получить… Где его взять. Да, где его взять, из тебя никто не берет. То есть, получается, что образование, оно не сильно и помогает. И если мы говорим про непосредственно работу в самой структуре, ты на практике учишься гораздо больше, чем получаешь теоретических знаний. Практика, более того, ты видишь это своими глазами и воспринимаешь именно ту информацию в той среде, в которой ты крутишься, впитываешь. То есть, конечно же, практика, она дает гораздо больший эффект, чем просто образование. Но в образовании есть абсолютно другие плюсы. Ты получаешь те знания, которые ты должен получить. И с этими знаниями не всегда ты их можешь применить, но способность каждого человека – это получить минимум знаний, максимум их использовать. То есть, если человек получил много знаний, умеет все использовать, это, конечно, большой-большой плюс. Я полностью согласна. Я также самоучка в этой сфере, образование юридическое, и первый раз, начав работать, влюбилась и просто сама уже черпала эти знания от своих коллег, от вышестоящих своих сотрудников, управляющих, директоров и так далее. Сложно ли найти работу? Понятно, что вы, ребята, с большим опытом. Андре, как ты считаешь, какая сейчас ситуация? У вас уже огромный опыт в этой сфере. Уже выросли от просто бармена, официанта до старшего и до менеджера по банкетам. Какие сейчас перспективы и насколько это сложно? Я вам должен сказать, что вообще найти работу в этой сфере несложно. То есть, в основном рестораны, они все-таки требуют работников. Но сложность заключается в том, что иногда людям, которые хотят уже какую-то более высокую должность, им уже сложнее. Потому что, может, у них не было опыта, как говорил Размик, совершенно верно. И такие люди никому не нужны. И рестораны те же, если ищут директора, то уже с багажом знаний. В этом плане, начинающим в этом плане очень тяжело. Не просто очень, а прям максимально тяжело, я бы сказал. Поняла. Размик по поводу работников. Насколько тяжело сейчас найти того самого нужного, буквально с нимбом над головой, светящимся работника? Найти работника на самом деле не тяжело. Тяжело найти хорошего работника. И, конечно, тут можно разделить абсолютно всех работников на два разных плана. То есть, когда ты ищешь человека уже с опытом, или когда ты готов принять человека без опыта, и ты сразу видишь способности, готов ли он обучаться, обучаемый ли он вообще. И обучать его непосредственно под твой ресторан, под твои определенные нужды. И найти, конечно же, сложно. Очень часто бывает, что люди просто не приходят на собеседование. Ну как, это знакомо. Мои любимые случаи. То есть, они договариваются на определенное время. Ты даже можешь сделать контрольный звонок. Уточнить, действительно. Либо придете на собеседование, они говорят, да, да, мы придем. А в итоге потом просто не берут трубку, да. Я немного не понимаю, почему так происходит, зачем они это делают. Потому что же можно вежливо отказать и не прийти на собеседование, да, если ты передумал. Но потом уже, конечно же, если дозваниваешься, просто уточнить, в чем же дело. Там абсолютно огромное количество нелепых отмазок, да. Почему человек это не сделал. Дождь пошел, голова болит и так далее, и так далее. Да, бабушка заболела и прожил. Касаемо вот, разумик, вы подняли, мне кажется, такой важный вопрос. Опыт с опытом или без опыта. Когда вам отправляют в CV? На что вы обращаете внимание? Ну, практически как работодатель, да, вы являетесь управляющим ресторана. На вас весь, вся комплектация штата. Читаете ли вы мотивационные письма, например? Да, значит, письма, конечно же, читаю, да. Но я думаю, что в ресторанной среде, особенно среди шеф-поваров и поваров, очень часто приходят CV, на которые просто смотреть невозможно, да. И я понимаю, что часть публики очень сложная, это CV грамотно и красиво составить. Но это даже полдела, да. Иногда бывает мотивационное письмо буквально в трех словах, и оно универсально. Оно не имеет никакого отношения непосредственно к тому заведению, куда человек хочет устроиться. Если я читаю мотивационное письмо, которое грамотно, красиво составлено, и оно адресовано непосредственно тому ресторану. Человек постарался. Да, он постарался, он подготовился, он узнал, что за ресторан, чем они занимаются и почему он хочет там работать. Потому что это очень важно, да. Когда человек заранее подготовился, значит, у него есть какая-то общая картина, видение всего-всего процесса. Он серьезно настроен. Вы же понимаете, что вы говорите сейчас про таких, про уникальные случаи. Потому что, вот не совру, вчера я выложила несколько вакансий, да, ресторанных вакансий. Мне звонят, естественно, по объявлению. Я говорю, добрый день, на какую вакансию вы звоните? Ну, там вы выложили. Я понимаю, какой конкретно ресторан, какая должность? Ну, не знаю. То есть человек, он звонит по номеру, он просто увидел условно по часовую ставку, либо оклад, который его более-менее устраивает. А куда, зачем, чем славится этот ресторан? Может быть, там у него репутация не та, или в конце концов ему местоположение не подходит. Вообще все равно. Еще иногда удивляюсь, что люди абсолютно не знают, какие будут обязанности. И первый их вопрос – а сколько я буду получать? А на что вы готовы? А какие у вас чаевые? Да, какие у вас чаевые. Конечно же, грамотный подход к CV – это его красиво составить. Я лично обращаю внимание на CV – место работы и как долго человек там работал. Если мы видим, что человек каждый месяц где-то прыгает с одной работы на другое, понятно, что и на этой работе он долго не задержится. Это важный момент. Конечно же, иногда бывает CV достаточно пустое, человек без опыта. Тут нужно личное общение, потому что, возможно, у этого человека есть определенные задатки, и он способен на гораздо большее. Он хочет, у него есть желание рвения, просто его никто не берет. Конечно же, когда ты с таким человеком общаешься, на собеседовании очень много выясняется лично. Про собеседование мы еще поговорим, да, да, не будем забегать. Андре, вы составляете мотивационное письмо или хватает CV? И, кстати, важно, фотографию ставите в CV или просто текст? Ну, фотография обязательно, я считаю. Почему? Вот интересно. Потому что есть понятие первого впечатления, и оно должно быть хотя бы таким, да, если человек визуально тебе хоть как-то импонирует, то я думаю, что это повышает шансы прийти на интервью, да. Если с точки зрения того насчет вообще вот интервью, да, здесь это действительно интересная тема. Размик очень правильно отметил, что нужно приходить подготовленным, нужно хотя бы посмотреть, куда ты идешь, действительно, не прийти с пустой головой, не понимая, что и как, и куда. Это совершенно верно. Нужно иметь хотя бы какую-то банальную информацию, себя держать в уме насчет того, куда ты пришел, кем собираешься быть, что собираешься делать. Да, вот, это совершенно верно. Ну, конечно, еще хотел подчеркнуть, очень часто, очень важно, на самом деле, в чем придет человек, потому что иногда бывают люди приходят на собеседование, мягко говоря, в одежде бомжа, да, и при этом они хотят работать в каком-то, я бы сказал, даже, можно сказать, ресторане очень высокого уровня. Ну, дайте, чтобы не обижаться, да, людей, просто скажем, что есть разница между ухоженным внешним видом, да, то есть здесь, может быть, одежда, она не должна быть там от кутюрье каких-то супер-брендов, а именно про ухоженность, я правильно говорила? Все верно, да, передерживаться определенным дресс-кодом. Главное быть чисто и напрятно, потому что если человек приходит на собеседование грязное, ты понимаешь, что он будет очень так же и работать, да, если он не может следить за собой, как он может следить за окружающей средой. Мне всегда нравился пример, когда девушка, которая идет в салон красоты, она всегда обращает внимание на ногти, волосы, там, мейкап мастера, да, то есть я даже читала такие отзывы про салоны красоты, что вот я туда не пойду, потому что мастера выглядят несоответствующие тому уровню салона, который заявляется там, что это премиум-сегмент, например. Конечно, бывает исключение, бывает же такая фраза, как «сапожник без сапог». Исключение бывает, но чаще всего все-таки это показатель. Мы видим человека, мы составляем какой-то визуальный портрет, уже подразумеваем, кто он и что он. Конечно же, вообще не человек может раскрыться и показать совершенно обратное, да, но мы сейчас говорим о исключении. Вид, я очень хорошо помню случай, когда, кстати, уже не один, мне в последнее время часто такие попадаются, я смотрю CV, есть фотографии, я, кстати, тоже за фотографию, это так, ну, полную картину уже составляет. Небезызвестный снэпчат, где можно добавить ушки, мордочку собаки, зайчика, ну, любого животного, да, там, на вкус и цвет, как говорится, вот такие фотографии в самом CV. Вы видели такое? Ну, бывало, да, бывало, да, конечно, смысла в этом очень мало. Да, ну, то есть очень странно, и ты не понимаешь, действительно, кто к тебе придет в итоге на разговор, кого же, да, и зайчика, или собачку, или все-таки девушку, которая, там, идет на вакансию того же официанта. Касаемо вакансий вообще, на что, Андре, вы обращаете внимание? То есть читаете ли вы, там, не знаю, регистрационный номер, все обязанности, или хватает, в принципе, места загуглить, посмотреть, чем ресторан славится? Вот как вы определяете, что вот место мое, хочу отправить туда отклик? Ну, я честно скажу, в этом плане я приверженец такого более глубокого анализа, да. Интересно. И, да, я предпочту залезть в лишний раз в и всем известный сайт Лурсофт, да, посмотреть действительно, что это за компания, потому что бывают эксцессы, если можно так сказать, когда ты понимаешь, что, окей, на листе, на бумаге, извиняюсь, все очень красиво, а внутри ты можешь увидеть кое-какие вещи, которые могут тебя напрягать, если быть точным. Да, поэтому лучше изучить полностью то, что они пишут в плане того, что они ждут от тебя, как потенциального работника, твои обязанности будущие, если тебя примут. И их главное, вот я считаю, это посмотреть то, что они пишут в том плане, что у тебя будут за возможности далее. Возможности роста вы имеете в виду? Вообще, да. Возможности роста, компенсации и так далее и тому подобное. Я считаю, что это очень важно тоже. Вот если тебя все вот эти пункты удовлетворяют, то ты можешь уже, вот как я и говорил, залезть в Лурсофт и оценить полную ситуацию у компании. Я очень часто слышу, вот прямо это, наверное, топ-1 такой комментарий, когда человек звонит на номер в объявлении, и когда ты говоришь, можно ли получить CV, говорят, ой, извините, у меня компьютер сломался. Вот это всегда просто. То есть у меня ощущение, что вот когда я выкладываю объявление, остается там, ну, я не знаю, каких-то 5 открытых вакансий, да, у меня, и номер указан, но CV не получаю. То есть вот все начинают поголовно мне звонить и говорить, компьютер сломался. У всех в Латвии сломался. Я бы хотел покомментировать это на самом деле. Я подразумеваю, почему это люди делают. Потому что CV, возможно, и никто не посмотрит и не ответит на него. Ну, я думаю, что нам стоит об этом еще подробнее поговорить после паузы. Я напоминаю, что сейчас в прямом эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, и сегодня у меня два потрясающе харизматичных гостя на программе, управляющие рестораном «Размик Егезарян» и старший официант Андреа Джинатели. Мы вернемся к более острым вопросам после рекламной паузы. Так что спасибо вам, что слушаете, остается с нами. Так, добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, и мои харизматичные гости, как я уже до паузы сказала, это «Размик Егезарян», управляющий рестораном, и Андре Джинатели, старший официант. Сегодня мы говорим о теме «Работа безработица в Латвии», о том, насколько важно грамотно составлять CV, в каком виде приходить на интервью, если вообще приходить. И сейчас во второй части программы мы хотели бы поговорить про вакансии, соответствует ли то, выложенное в объявлении, реальности. Хотела спросить мнение, естественно, и Андрея Размика. Начнем, наверное, с Андрея. Андре, встречалась ли у вас, бывала ли у вас такая ситуация, что вам очень понравилась вакансия, вы приходите на интервью, вроде все устраивает, красивое место, рассказывают тоже, ну, так вроде кажется, отлично, вот мое. А потом вы вступаете на должность, и выясняются разные подробности, например, я не знаю, обязанности, которых не было указано и нету в трудовом договоре, или еще какие-то тонкости. Расскажите, пожалуйста, про это. Вы знаете, учитывая мой опыт, да, я успел... Вот в частности, я сделаю такое разделение, да, вот в частности, хотелось бы поговорить в этом плане про гостиницу, да. Когда тебя в гостиницу нанимают работником, официантом или барменом, это априори включает в себя намного больше обязанностей, чем это будет написано и чем, ну, по идее, это подразумевается, вот это, что это за работа, да. То есть в любой гостинице, бармен, официант, все они... Возьмем ситуацию, подготовка к банкету. Все официанты, все бармены будут носить столы тяжелые, порой носить огромные стулья, диваны. То есть это потенциально не входит в то, что ты должен делать. Но это происходит, да. Грузчик, вот грубо говоря, официант-грузчик получается, или бармен-грузчик. И дело в том, что это уже норма, то есть это подразумевается, ну, уже это считается нормальным. Так практически везде происходит. Вот. И, ну, таких вот более ярких примеров... А, есть один пример. В одном ресторане я работал, и там были раннеры. Раннеры – это помощники официантов. Спасибо за уточнение. Да, они... Самая абсурдная вещь, которую я видел, что они делали, они мыли брусчатку. Брусчатку? В посудомоечной машине. Это как, простите. В прямом смысле... Извините, ее держалось. Это был просто какой-то шок, что для меня, что для остальных моих коллег... Брусчатка в посудомоечной машине. Да, вот у нас около... Было небольшое празднование. Что-то новенькое. Было небольшое празднование около ресторана. И, соответственно, там небольшая грязь осталась, так как это могло очень испортить имидж всего ресторана. Администраторы ресторана сказали помощникам официантов, что вы скребите, пожалуйста, эти камни и положите их в посудомоечную машину. Ужас. И мы были в таком шоке от этой ситуации, что... Ну, это яркий пример того, что точно не входит наверняка в обязанности вообще даже помощника, да? И это был... Ну, это действительно абсурд полнейший. Это история, я, кажется, запомню надолго. Это прям такое... Да, мы все там надолго это запомнили. Это можно детям рассказывать и внукам потом. Это больше исключение, на самом деле, такая ситуация. Конечно же, не везде заставляют делать такие абсурдные вещи. Но если смотреть на это дело со стороны работодателя, конечно же, хотелось бы найти универсального человека. Все ищут универсальных солдатов. Почему? Потому что они могут делать большую часть работы и сделать это хорошо, но никто не хочет этим людям доплачивать за эту универсальность. Взамен это не поощряется. Да, это ничем не поощряется. И, конечно же, если мы говорим про перспективу роста непосредственно на работе, все очень зависит от того, что заведение, да, мотивировать можно человека зарплатой, мотивировать можно каким-то ростом, можно мотивировать, не знаю, каким-то определенным статусом, да. И если заведение небольшого плана, ну, выше директора уже никуда не вырасти, да, конечно же, там роста особого тоже не будет. Ну, Размик, а вы сталкивались с ситуацией, вы являетесь управляющим. У вас есть ваш работодатель, владелец ресторана, правильно? Да. Разнятся ли ваши взгляды на вакансию с владельцем? Или все-таки это всегда вот такое, смотрим в одну сторону, все совпадает? И бывали ли какие-то казусные ситуации, например, на интервью, да, когда вы сами понимаете, что это не ваше конкретно требование, а требование руководства вышестоящего? Как вот выходить из таких ситуаций? Были ли они в принципе у вас? Да. Ситуация, на самом деле, очень щепетильная, да, потому что вообще роль управляющего ресторана, она подразумевает, что человек должен абсолютно хорошо понимать, что такое бизнес, что такое ресторанный бизнес, и должен защищать интересы владельца. Но в то же время он должен защищать интересы и работника, потому что ресторан – это все-таки командная работа, да, и если ты не будешь защищать интересы работника, то они рано или поздно уйдут, да, из такой щепетильной ситуации. И, конечно же, иногда бывает такое, что на собеседовании ты человеку рассказываешь об обязанностях, он узнает немножко больше и говорит, что, извините, мне это не подходит, да, такое бывает. Ну, а что больше? Ну, то есть я просто так ставлю свои пять копеек, могу привести пример. У меня иногда клиенты заказывают персонал с очень необычными требованиями. Например, нам нужен сотрудник только невысокого роста или только девушка. Естественно, в объявлении я даже чисто по закону не имею права указать такие требования, потому что это будет дискриминация. Но, с другой стороны, как-то раз я подумала, если мы ищем няню-ребенку, то вряд ли мы напишем няня-мужчина, да, то есть всегда подразумевается женщина на эту позицию. У меня был случай как раз с девушкой, когда я написала, что нам в команду требуется девушка, потому что сейчас в коллективе одни ребята, и хочется просто вот прекрасную даму. На меня посыпалась просто гора каких-то злобных комментариев, что чуть ли не… Нет, чуть ли не там, наверное, эта девушка будет еще чем-то заниматься. Ну, то есть настолько. Это, конечно, ну, из ряда вон выходящий случай. Но вот в вашем случае… Чаще всего, конечно же, это обязанности, которые не прописаны в договоре. Да. Чаще всего. Ну, и, конечно же, самый щепетильный вопрос – это заработная плата. Каким образом она будет оформляться? Да, иногда бывает… Тут у меня был случай, когда ко мне пришла устраиваться официантка, очень толковая девочка, и буквально один день… У нас в беседовании, естественно, мы не проговаривали. Это, да. Вопрос оплаты. Вопрос оплаты, да. Они не обговаривали. И когда она пришла на тестовый день, как только она узнала, что зарплата будет, как у нас в Латвии принято, народным… Размак сразу потише начал говорить. Да. Народным методом будут оплачиваться. То сразу же собрала вещи, ушла даже не стала, дальше разговаривать. Ну, а как вот в наше время можно до сих пор платить зарплаты в конвертах? Это же настолько опасно, потому что, ну, если открыть интернет и ввести там заголовки «Вид ресторан», и мы сразу увидим, сколько мест закрывается, да, штрафуют. Это же колоссальный просто риск. То есть, как можно так рисковать? Ну, рынок диктует правила, да. Иногда бывает такое, что других вариантов нет. Я понимаю реакцию людей, которые устраиваются, им нужны социальные гарантии, да, потому что, возможно, у кого-то есть ребенок, он заболел, как можно за ним ухаживать и так далее. Когда у тебя зарплата неофициальная, ты лишаешься всех этих привилегий. Но со стороны работодателя любая экономия, абсолютно любая экономия, она как бы в плюс. Конечно, есть понятие разумное и неразумное, да, но от конвертов, я думаю, так как все чаще и чаще появляются люди, которые хотят официальную зарплату, да, рано или поздно все-таки мы движемся в ту сторону, когда нужно работать чисто и красиво, особенно когда есть что терять, если ресторан имеет какой-то определенный вес. Спасибо большое, что так откровенно сегодня мы говорим. Нам, кстати, написал Виталий, наши постоянные радиослушатели, такой комментарий получили. И, собственно, опыт. Капиталисты пускают пыль в глаза, завышая свою значимость, чтобы привлечь клиентов и работников. При этом людей ненавидят. О, как. Да, известны и такие случаи, когда к работникам относятся очень жестко, как к рабам, но мы живем в свободной стране, и каждый человек сам выбирает, где он будет работать. Да, конечно. Ситуация-то, она как-то вот две стороны медали. Я прекрасно помню, опять же, проводили там бесконечное количество собеседований, нашли вроде как того самого сотрудника, который хорошо выглядит, и СИВИ правильно составил, и речь грамотная, и, ну, все хорошо, да, соответствует нашим требованиям. На вопрос, собираетесь ли вы учиться в ближайшее время, человек сказал нет, пока не планирую, надо вот там накопить какую-то сумму, у меня есть свои цели. Проходит два месяца, это было летом, человек говорит, извините, я подала документы в ВУЗ, поэтому вот рассчитайте и отпустите. То есть получается, ну, этот обман, он как-то в воздухе повис и со стороны работодателя, ну, если мы говорим про зарплаты, так и здесь. Можно использовать как хочу. Сколько этих случаев, когда работник берет больничное и болеет постоянно. на работодателя, ну, официально, кто платит, он только что и делает, отпускает его на эти больничные листы. Действительно так и есть, и я думаю, что в данном случае иногда люди пытаются обмануть сами, чтобы не обманули их. Да, но если говорить про разумное… Прочный круг, извините. Да, да, да. Если говорить про разумное, конечно же, обманывать таким образом некрасиво, потому что работодатель, абсолютно любой работник, который начинает свою деятельность в ресторане, это человек, который требует внимания, времени для того, чтобы его поставить в нужное русло. То есть это своего рода вложение. Очень часто люди на это не обращают внимания, они приходят абсолютно незнающими, ты их обучаешь, кладываешь в их время, иногда даже средства, они просто берут и уходят. Это, конечно, очень обидно, но такое очень часто бывает. Я думаю, есть смысл пообщаться на эту тему более глубоко с нашими радиослушателями. Возможно, у вас, дорогие соискатели, бывали похожие случаи, когда вас обманывал работодатель или когда то, что вы прочитали в вакансии, совсем не соответствует реальности. Ждем ваших звонков, прямой эфир, телефон для связи 6721-2939, 6721-3939. Ну и, конечно же, WhatsApp тоже у нас работает, мы с удовольствием прочитаем ваши сообщения, номер 230-6191. В эфире программа «Открытая кухня», гости Размики Гизарян, управляющий рестораном и Андре Джанателли, старший официант. Обсуждаем сегодня тему работы, безработицы, интервью и кто же все-таки остается честным в итоге, работник или работодатель. Поэтому ждем ваших звонков. Возможно, расскажете нам какую-то прям историю, которую захочется прокомментировать. Обязательно звоните. Да, звоните. Обязательно звоните. Ждем. Касаем официально-неофициально. Андре, сталкивались ли вы? Так, у нас звонок, по-моему. Одеваем наушники. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Очень приятно. Я обратила внимание на такую проблему, как мне кажется, не очень хорошее отношение к работникам. Я не хотела звонить, но поскольку вы затронули тему того, что работники часто идут на больничные и приходится, соответственно, все это оформлять, я обратила внимание вот на что. Ну, значит, дыма, холодно, мороз, я прохожу мимо кафе или мимо ресторана, стоит девушка, как я ее называю, зазывала, с посиневшими губами и приглашает, здоровается вежливо и приглашает зайти, да. И вот я подумала, вот несколько раз я это видела, да. У меня достаточно хорошая вот культура потребления в этой сфере, ну, скажем, даже в наше время есть определенный опыт, но я считаю, что вот такое отношение к работникам, ну, просто недопустимо, понимаете? Вот почему эти люди болеют. Согласна с вами, Ольга, спасибо вам большое за мнение, мы сейчас прокомментируем. Я думаю, что здесь все-таки стоит отметить, что у каждого из нас есть выбор. То есть, если нам говорят, что надо будет стоять на улице, приглашать людей, это та самая хостес, я думаю, про нее речь шла. Все-таки мы знаем, что у нас погода не испанская, если работа подразумевает стоять так долго на холоде, может быть, не стоит туда идти? Как вы думаете? Ну, я думаю, что решение этого вопроса могло быть более гуманным. Если бы смену работал бы не один человек, а два или три, которые периодически менялись бы, успевали бы согреться нормально, выходить, снова продолжать свою работу. По сути, этот вопрос я лично решил бы таким образом. Но, конечно же, если говорить, у человека нет выбора, это единственная работа, на которую вы взяли, он пойдет на все. Ну, хостес требуется даже внутри ресторана, это не только стоять на улице, и вот как Ольга, наш слушатель, сказала, что там, зазывала, да, они нужны и внутри, когда гости приходят, их нужно разместить, проконтролировать резервации. Ну, давайте послушаем, да. Я просто извиняюсь, я могу прокомментировать, я работал непосредственно рядом с теми местами, где как раз работают эти, в основном, девушки, хостес, да, и могу сказать, что в основном действительно этих хостес несколько в одном месте, то есть они постоянно происходят ротация, да, всегда кто-то согревается, кто-то выходит обратно на улицу, стоит в холоде и зазывает, это верно, но их там несколько, они всегда меняются, то есть в этом плане… То есть это не все время там 12 часов девушка стоит, что я не сталкивалась. В принципе, это действительно более такой, более-менее гуманный подход в этом плане происходит. Ну, суть вопроса, я так понимаю, это тяжелая эксплуатация человека. Да, условия труда. Да, действительно. На самом деле, как я и говорил, что мы живем в свободной стране, и каждый волен выбирать место работы самостоятельно. Послушаем тогда еще мнение от наших радиослушателей. Напоминаю, что у нас программа «Открытая кухня». Обсуждаем сегодня трудоустройство, в частности, в ресторанной индустрии, говорим о вакансиях, насколько соответствует написанное в объявлении тому, что есть в реальной жизни, сталкивались ли вы с недобросовестными работодателями, обманывали ли вас зарплата в конвертах, устраивали ли вас наличие социальных гарантий или их отсутствие. Как вообще сейчас вот можете прокомментировать ситуацию на рынке труда? Напоминаю, номера для связи 6721-2939, 6721-3939. Ждем ваших мнений с большим удовольствием. Пока зачту, зачитаю, прошу прощения, у нас Виталий, наш слушатель, пишет, что работодателей было шесть, и все обманывали. Знаете, кстати, есть такая пословица. Если пятый муж бьет по морде, виноват не муж. Ну, тут надо знать, конечно, ситуацию так тяжело объективно. Знаете, у каждой ситуации есть два конца. Иногда бывает, что человек считает, что он исключительно прав, когда ты начинаешь с ним разговаривать, оказывается, что он тоже где-то немножко накосякнул. Был неправ и да, где-то без проблем. Поэтому тут нужно реальные примеры, если у Виталия есть желание, он может позвонить. Да, Виталий, может быть, вы нам позвоните, расскажите конкретно, в чем была проблема. Напоминаю, номера для связи 6721-2939, 6721-3939. Номера прямого эфира. Обсуждаем вакансии недобросовестных работодателей. Ну, я думаю, что об этой теме можно спорить бесконечно. Сколько людей, столько и мнений. Но, как я говорила как-то в одном интервью, самое главное – оставаться честным перед собой и перед уже окружающими людьми. Потому что засыпать с мыслью о том, что там завтра придет вид и у меня будут большие проблемы, мне кажется, не самая лучшая мысль перед сном. Ну да, действительно. Так, нам Виталий решил ответить все-таки в Ватсапе. Мы живем в свободной стране, и поэтому имеем право наказывать работодателей и мошенников. Но наше демократическое государство делает все, чтобы работники были бесправными. А это рабство. У нас, к сожалению, мы пропустили звонок из-за того, что Виталий зачитывали сообщение. Дорогие слушатели, кто хотел дозвониться, ждем вас еще раз. Значит, номера для связи 6721-2939, 6721-3939. В том, что в ваших мнениях на тему недобросовестных работодателей. Там, Виталий просто у нас прям сегодня четвертый гость программы. Однозначно. Ну, мне бы не хотелось, на самом деле, так обобщать, что все работодатели плохие. Конечно, бывают и у меня, как у человека посредника, да, то есть если Размик выступает, как... А у нас звонок. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Я постоянно слушатель вашей программы. Очень приятно. Очень уважаемые ведущие. Приятно слышать хорошие комментарии. Спасибо вам. У вас идет речь о добросовестных и недобросовестных работодателях. Так вот, я хочу сказать, что я работаю... Я пенсионер. Продолжаю работать. Где-то лет, наверное, 5 или 6 я работаю в небольшой фирме. Производственная фирма. Я уже хотел уйти на пенсию. Хотел отдыхать. Но такой климат в коллективе, два сохозяина в нашей фирме. И вот их отношение к сотрудникам, такой климат в коллективе, что очень-очень жаль уходить. Просто продолжаю работать, хотя бы из тех соображений, что мне приятно идти на работу. Ну, это потрясающий комментарий. Это же космос просто, конечно. Передаю привет вашему работодателю. Спасибо, что такие есть. Спасибо вам большое за мнение. У нас второй звонок. Хотелось бы, чтобы работодатели услышали мой комментарий. Обязательно услышат. Обязательно услышат. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Вы в эфире. Добрый день. Алло-алло. Так что-то у нас звонок пропал. Да, сорвалось. Напоминаем еще раз, что звонок в студию на номер 6721-2939, 6721-3939. Если у кого-то еще остались мнения по поводу недобросовестных работодателей, мы ждем ваших мнений. Соответствуют ли написанные вакансии реальности? У нас сорвался, к сожалению, звонок. Но предыдущее, кстати, мнение мне очень понравилось. Представляете, когда человек уже на пенсии, мог бы отдыхать, но не хочет уходить, потому что в коллективе настолько хорошо и приятно находиться. Это редкость, считаю, да. Это редкость, но это то, что людей держат на работе. Очень часто людям-то и деньги нужны, им не нужно повышение, им важно, что они работают в очень хорошем коллективе, им там комфортно. Дружеская атмосфера, конечно, очень-очень важна. Имел опыт работы в одной огромной сети также. Условия работы были действительно порой даже непосильны, но коллектив был потрясающий. И именно он удерживал людей всех там оставаться. Да, коллектив это очень сильно решает в этом плане. У меня, кстати, мнение, скажу свое на этот счет, как-то вот не складывалось никогда с этим. Меня никогда нельзя было мотивировать командой. Я всегда мотивировала сама себя, потому что у меня были определенные цели. Я знала, что я хочу получить в итоге, в результате. Я знала, что я должна максимально качественно выкладываться на своем рабочем месте. И поэтому я терпеть не могла корпоративы, что я не понимала, то есть как там веселиться, радоваться. Я лучше бы выспалась на самом деле. Но, тем не менее, всегда старалась сохранить адекватные, нейтральные, хорошие отношения со своими коллегами. Что, ну, все-таки тоже здесь есть грань, согласитесь, у меня подруга работает директором, и у нее бывают случаи, когда ребята просто пользуются ее добротой, тем, что она их уже называет всех там даже вмещительно ласкательными словами, именами точнее. Из отпуска приводят всегда подарки. То есть здесь тоже это такая вот грань. Это тема дружить с работниками или не дружить. Она, на самом деле, очень обширная. Я думаю, что нам эфира не хватит, чтобы полностью обговорить все нюансы. Я сторонник того, что поначалу ни с кем не нужно дружить, и дружба, она должна дозироваться. Потому что как только ты станешь хорошим другом, то этим обязательно кто-то воспользует. Тебя не будут, может, даже так сильно воспринимать, как должное лицо, что ли. А именно больше как друга будут, а не как директора, допустим. Золотая середина нужна, потому что я терпеть не могла зазнавшихся директоров в этой сфере. Мне тяжело сравнивать с какой-то другой. Когда к официантам относятся, к какой-то обслуге вообще низшего сора, когда даже посудомойщица как-то унижает. Ну что это за отношения? Потому что я даже всегда говорю, что это командная работа. Ресторан – это механизм, который не может существовать ни без посудомойщицы, ни без грузчика, ни без бармена, ни без официанта, ни без директора. Если каждый будет притягивать на себя одеяло, будет коллапс. Или если будут, естественно, унижать один другого. Это ужасно. Поэтому, мне кажется, должна быть какая-то золотая середина. Не совсем уж пить на работе со своими подчиненными, но и не унижать по должностям кого-то. Что бы вы пожелали? Вот, Размек, вы, наверное, соискателем, а Андрея – работодателем. Я бы пожелал, в первую очередь, не бояться работодателей. Потому что очень многие приходят, у них дрожат коленки, они не знают, что и как говорить. Если ты человек открытый, честный, внутри, у тебя светлое, солнце, то нужно точно так же прийти и спокойно общаться. В первую очередь, нам всем нравятся хорошие люди. Потом уже мы начинаем рассматривать их в роли определенных профессий. То самое главное – не переживать, общаться открыто и быть максимально честными. Если есть желание развиваться, это тоже очень важный момент, человек должен заранее подумать, хочет он развиваться в этой области или не хочет. Если он хочет, значит, он в правильном месте, в правильное время. Берешь и выполняешь свою работу качественно, на совесть. Это самое главное. Супер, можно это распечатать, повесить куда-нибудь? Да, обязательно. Андрея, ваше мнение? В принципе, я соглашусь на все 100% с Размеком, потому что действительно, ты идешь на интервью, это в интересах обоих сторон. Компания хочет работника, ты хочешь работу. Нужно прийти и показать себя таким, какой ты есть. Единственное, что важно подготовиться все-таки к этому. Работодатель будет оценивать тебя как потенциального работника, который знает, куда он пришел, как мы уже говорили ранее. И действительно, главное, что я могу пожелать, это не бояться, быть готовым, скрестить пальцы и вперед. И готовым к новым приключениям. Да, мир приключений. Как коллеги, дорогие, я вам настолько благодарна за столь откровенный эфир, что сегодня мы поговорили вот настолько честно, потому что вы действительно те люди, на которых все держится. Я вам желаю, чтобы вы, как те самые атланты, берегли свою спину, потому что по большей части работа, она подразумевает нахождение меня все время на ногах, чтобы вы не теряли этот запал, чтобы всегда был огонь в сердце, в глазах, конечно, любовь к своему делу. Я благодарю и наших радиослушателей за эфир, за мнение. В следующий раз обязательно поднимем не менее важные вопросы из ресторанной индустрии, из человеческих каких-то ситуаций. В студии была Валерия Иванова, программа «Открытая кухня», «Размик Егезарян», управляющий рестораном, Андре Джанателли, старший официант. Спасибо вам, отличной недели, и встретимся в следующий понедельник в 5 часов. Все хорошо. Спасибо всем.